На три... свое выступление разобью на три части. Это первое, это, ну, преимущество, что ли, внесения жидкого удобрения, наверное, прямо в почву КАС или ЖКУ, видимо, ну, никому не нужно объяснять, что это гораздо выгоднее, пока есть влага весной. По зимой пшенице мы делаем проколы аккуратные, вот, и вносим под давлением от двух до где-то четырех атмосфер, вот, от насоса центробежного, вносим каплю, вот, также можно осенью вносить ЖКУ. Вот, одновременно, вот, что характерно для весны, пробивается корка, особенно по наутилу. Корка пробивается, она нужна для аэрации. Понятно. Что еще, какое преимущество? Преимущество еще в том, что, вот, послушал все эмоциональные, очень такие заинтересованные выступления, и где-то, наверное, пересекаются эти технологии. Вот, в Староминском районе, правда, не по наутилу, но вносят бактерии. Почему вносят именно через КАС и вот, прыскиванием, потому что, видимо, ну, я в этом, конечно, не разбираюсь, мы инженеры, не агрономы. Ну, говорят, что ночью нужно их вносить, когда темно. Вот, там, знаю, что четыре вида бактерий вносят. Ну, это так, к слову, да? Дальше. Это то, что преимущество жидкого. Ну, вот, по этому году дождей не было. То, что разбросали селитру, она там где-то сработала, где-то не сработала. По, вот, вот, инъекционным методам, значит, ну, уже видно разницу в полях. Разница, вот, я в Староминском районе был. Вот. Вот. К сожалению, вымерзли поля в гелиопаке. Вот предыдущий был семинар у нас гелиопака. Паки мы-то тоже были. И они приобрели у нас три машины. Вот. Залаживали опыты осенью. И весной они уже работали, обработали определенные площади. Ну, мороз до минус десяти практически все уничтожил. Вот. Но опыты в Ростовской области, где был поменьше мороз, показали, что оказалось, вот это после применения данной методики поля устояли и выглядят гораздо лучше. Это по Куйбышевскому району, в Ростовской области в частности. С кем общался. Вот. Теперь, ну, еще какие преимущества? Ну, здесь уже домысливайте сами, видите, как работает техника. Это в Новгородской области, вот пример, где обработали, ну, кассом в почву и где была селитра. Теперь преимущество от работы опрыскивателем внесения касс. Ну, то, что ожогов нет. Если мы опрыскивателем работаем, то есть риск ожоги получить, правильно? Вот. Потом нужно еще заделывать. Так. Теперь, что касается, где применяется. Ну, я уже сказал, что Гелиопак, Кроволгородская область, здесь, в Ставропольском крае, это хозяйство имени Калинина Кировского района по Наутилу работает, и степь. Вот директор по растеневодству Ширай, да? Фамилия, запомнил. Вот. Он не сказал, я не все слушал его выступления, но они первые купили у нас четыре машины. Вот. И вот здесь, в Совруно, есть такое хозяйство, в Ипатовском районе, они работают уже там порядка, наверное, вот четвертый, наверное, год. Вот. Четыре, наверное, сезона отработали. Более того, они начали, скопировав наши машины, они начали выпускать сами их. И у них есть свои заводы, это Миллерово, Орловка, Ростовской области. Они выпускают эти машины и оснащают свои хозяйства. Не знаю, говорил он об этом или нет, но, наверное, часть залога их успеха является и в этом. Вот. Есть в Самарской области хозяйство по Наутилу. Тоже очень успешно получается, ну, до десяти центров прибавка. Вот. Ну, что касается по общей, то есть традиционной технологии, это очень много распространено в Ростовской области. Это Исальский район, вот. Это Матвеев-Курганский, Неклиновский, Гуйбышевский, Кашарский район. Вот. Очень много стали работать вот по данной методике. Вот. Наверное, Ростовская область сейчас в лидерах все же таки. Вот. Краснодарский край меньше, но там очень эффективно получают. Это урожаи. Это Староминской район и Щербиновский район. Разница вот 20-21, аналогичный год был, но, может быть, немножко чем-то отличался. Вот. В хозяйстве Скиф, Семеноводческое есть такое. Вот. У них разница была по сравнению с теми полями соседей от 15 до 20 центров с гектара. Получали до 70, ну, Краснодар, тем более, вот Староминской район там. Он довольно-таки успешный. Вот. Разница такая была. Вот. Так. Теперь вкратце о... Вкратце о том, какие машины. Линейка из пяти. Самая малая ширина захвата – это 9,5. Потом 11,2, 12,5, 13,5 и 15,5. Ну, здесь она самая у нас такая навороченная, крутая машина. Часть мы взяли что-то с голландской там. Вот. Но мы очень много внесли своего. И отличается тем, что у нас спарки. То есть тачка на одном колесе, все, наверное, занимались хозяйством. И тачка на двух колесах, она более устойчивая. И проколы делают гораздо, ну, в общем, эффективнее. Вот. Дальше у нас имеется там централизованная смазка. Это все ступицы смазываются по программе. Вот. Там через 2, 3, 4 часа там определенная задается программа. И идет смазка на ступице и на большинство трущихся деталей или узлов. Вот. Так. Теперь еще есть функция, есть программное обеспечение для этого. Дифференцированное внесение. И в одно хозяйство, это там в Сальском районе у нас есть. Они, правда, не наутильщики. Ну, они вот себе оборудовали, мы, вернее, оборудовали дифференцированное внесение вот этого удобрения. Вот. Ну, что еще сказать? По емкостям я не сказал. Это минимальное у нас 4 куба, бочка. Потом 6 кубов. И вот, если можно показать, 8 кубов. Это вот такая вот мы сделали форму. И для нас ильют наши партнеры в Зернограде. Это спутник. Спутник Агро. Они хорошие бочки подкаст выпускают. Вот. И нам они сделали. Вот. Вот желтенькая бочка такая. Вот. Формы. Ну, бренд у нас оса называется. И бочку сделали форму осы. Ну, почему оса? Потому что вот эти иглы, они, ну, как, жалят вроде бы как. Вот. Да. И давление на вот иглы, да, у нас где-то получается, кто сомневается в том, что прокалывает, не прокалывает, там, наутил, да. Сомневались и в степи, сомневались. Вот в Сальске прямо собрались там все и смотрели, как это делается. Значит, ну, 120 килограмм здесь это давление получается у нас. Прокалывает нормально. Довольно так. Не заклоняется ничего. Ну, а грязь налипает. Есть еще минута? Нет? Грязь налипает. Мы изобрели чистики, запатентовали их. Ну, наверное, вот показывали чистики, да. Ну, хватает их самих щеток, эти щетки с дорожных машин, вот то, что асфальт подметают. Ну, где-то она 300 гектар хватает. Потом они выбрасываются, ставятся новые. На комплект машины в среднем там 10 тысяч идут затраты на эти. Ну, в общем, кронштейны, сами держатели, они постоянно остаются. Так, что еще? Ну, эффективность от вот этого очистки игл, она где-то, ну, не стопроцентная, конечно, а процентов на 50-60 она работает. Вот, остальное там уже, или само, можете отпасть, можете не отпасть, если сильно, вот как краснодарцы работают ранее весной по слишком увлажненной почве. Только вот морозы закончились, и они выходят, работают, стараются внести, пока есть влага. Вот, да, вернемся к гелиопаку, они все-таки второй раз прошли, посеяли яровые культуры. И, опять же, работали по яровым культурам, посмотрим, как будет результат. Но уже сейчас видно, что отличаются поля. И еще хочу сказать, что мы работали, ну, кто-то, может быть, выращивает кукурузу. Мы также поставляли машины вот здесь, в Краснодарский край, по поливу, по капельному работают, по междурядке. И, ну, по подсолнуху практически никто не работал, по кукурузе, по свекле работают. Вот, можно также работать просто по, вот по свекле, я знаю, что тоже делали, и по междурядке, и после сева, по подсолнуху, по кукурузе. Посеяли перед сходами, перед сходами прошли беспорядочно, там, по диагонали, как угодно. Вот, это, ну, азот, вроде бы, как говорят, должен мигрировать и добраться там, туда, куда ему нужно. Вот, ну, у меня все, спасибо. Анатолий Васильевич, а скажите, вот, расход удобрений по этой методике, насколько он сокращается, скажем так? Ну, расход, расход, ну, там, значит, рекомендуется, вот, по выливу от 150 до 600, там, до 700 насос может и аппаратура выдавать. А аппаратура стоит араковская, тиджековская, то, что у вас есть на опрыскивателях. Вот, ну, когда, допустим, больше 150, некоторые говорят, нам не надо 150, нам хватит, то есть 200 или 300, нам 150 с головой. Но здесь добавляют воду, чтобы иглы могут забиваться. Вот отверстие в игле, оно может забиваться. Да, давление там от двух атмосфер, но может, там, глинистая почва, да, может забиваться. Поэтому, если мы будем мало давать, 150, допустим, это нормально. 120 пытались, вот, в степи, поначалу. Ну, не рекомендовали, перешли на 150, а люди, вот, кто уже, кто уже вкусил вот эту технологию, кто имеет хорошую добавку, они окупают, кстати, машину за один год. Они льют, они добавляют воды и льют где-то 450, 500, вот так вот, вот, с водой. Да, рабочие жидкости, а действующие вещества, то есть КАС или там ЖКУ. Да, еще переоборудуют вот подселки. Во время осеннего села, а зимой пшеницы, ну, без разницы, собственно говоря, во время села бочка с аппаратурой, с компьютером, она отцепляется от рамы с рабочими органами и она, значит, подключается к селке, ну, джангировская или какие у вас там селки есть, без разницы. И оборудуется, дооборудуется к сошникам трубочки, через которые, ну, также через компьютер, через которые поступает жидкость прямо, ну, через сошник с семенами вместе. Так тоже работает. Но там есть минус. В этом году, да, в прошлом году осенью меня приглашали помочь там как-то выйти из положения. Тоже вот задавливало. После дождей колеса идут, задавливают, и сошник не заходит. Трактор, потом инъектор. Кстати, у инъекторов у нас ширина колес самая широкая, это метр ноль пятьдесят. Самые широкие колеса, метр ноль пятьдесят, это на самой большой машине. Потом идут колеса шириной, ну, что очень важно для наутильщиков, да, восемьсот или семьсот пятьдесят, это вот на среднее, да, вот здесь вот. Вот здесь семьсот пятьдесят, восемьсот ставим, или те, или другие. И на маленькую ставим вот эту машину, или спарки, потому что она по пропашным работает. Вот. Ну, спарки там могут быть, ну, МТЗевские там, ставим любые. Там сорок пять, там сколько, самые узкие, там двадцать семь по свекле, по-моему, ставили. Спасибо. Продолжение следует...